Детские площадки Детские площадки Вот это вот как в магазин все ходят со всего, весь жилищный наш комплекс. Ходит в магазин вот здесь, там одна щебенка. Глава рассказал, как попасть в программу благоустройства через голосование на портале Добродел. Дополнительную информацию уже дадим, когда вам получатся голосование, чтобы дом вошел. Потому что без привлечения дополнительных денег средств в правительстве Московской области, соответственно, это невозможно бюджетом города это вытянуть. Поэтому комплексное устройство предусматривает себя входы в подъезд для асфальтирования, тротуары, дополнительные освещения, дополнительные парковочные места для автотранспорта. Обсудили нюансы по передвижению транспортных средств во дворах. Едет машина, несется. Ребенок летит за этим мячом. Он не видит, он не смотрит по сторонам. Это хорошо. Хороший водитель ехал. Он остановил вовремя. Он взял мяч, он даже не посмотрел, что рядом на него машина наезжает. Он не посмотрел, он полетел. Я просто сейчас вам объясню, что в настоящий момент, то есть, ну, сзади же лэп идет. Почему мы, когда делали благоустройство Кожановского 1, жители тоже подходили и спрашивали, да, почему стоянку. Ну, нельзя там делать не стоянку, нельзя проездов делать. Вопрос коснулся также дворовых парковок. У нас, смотрите, какая хорошая территория зеленая. Мы говорим, да, про подтопление, но летом у нас здесь зелень, хорошо очень косят, и дети здесь играют. Если будем делать сейчас вот эти вот парковки, у нас тогда территория... Зина Шкуранна, смотрите, я еще раз говорю, вы выигрываете комплексное благоустройство. То есть, что такое комплексное благоустройство? Мы приходим сюда с вами и разговариваем, как вы хотите это видеть, что вы вообще видите. Вот стоят машины при стоянке. Нужна вам там стоянка? Значит, будем карман делать, будем стоянку делать. Например, от столба, ну, образно говоря, до столба. Если вас это не устраивает, будем другие варианты искать. Но вариантов, как мы видите, во дворе не так уж и много. Прозвучали жалобы по поводу подтопления. Большое недовольство вызывает огромные лужи и неправильно расположенные ливневые стоки. Лишить вопрос подтопления территории – это поднять эту дорогу или сделать разуклонку, например, вот там на рельеф, к магазину пускай эта вода льется. Но это надо решать комплексно. Такими методами, как поговорить с магазином, да, мы, конечно, поговорим, но ситуацию на проблему не решится. Есть проход, есть, да, согласен. Опять-таки, в комплексном благоустройстве мы можем поднять эту дорожку, то есть она будет находиться у вас на поверхности. Не утоплена, а внизу. Все вопросы были внимательно выслушаны. Некоторые из них приняты в обработку. Каждое замечание жителя было услышано и будет исправлено.